Рабочий визит депутата Московской областной думы был нацелен на решение ряда важных для бывшего военного городка вопросов. Владимир Жук пообщался с руководством местного культурного центра, узнал, что большой и уютный зрительный зал, каким он стал после ремонта, редко бывает пуст. Здесь регулярно проходят концерты, творческие встречи, киносеансы. Посмотрел почетный гость также работу библиотеки и творческих коллективов. А после участники встречи, в числе которых был заместитель главы администрации района Александр Русков, главный врач Видновской районной больницы Бутай-Бутаев и глава городского поселения Горки-Ленинский Наталья Комалихина, провели совещание, на котором обсудили ряд важных для Петровского вопросов, в том числе и строительство очистных сооружений. У нас весь городок, извините меня, на рельеф сливает уже в течение 30 лет. Это какую экологию мы вообще оставим после нас, нашим детям? Это я к чему? Что вопрос очистных сооружений у нас в городке, как нигде в районе. Местные депутаты просят включить строительство очистных в государственную программу развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2024 годы. Если мы потратили деньги на проектирование, конечно, надо потихонечку реализовывать уже строительство или реконструкцию. И, конечно, мы и область будем просить, и датский корпус областной, чтобы вот помочь. Поговорили и о сносе старых казарм в бывшем военном городке. Из 11-ти снесена была лишь одна. На остальные требуется более 10 миллионов рублей. Таких денег в бюджете поселения нет. Еще один важный вопрос – открытие поликлиники в здании госпиталя. Но численность населения поселка слишком мала для того, чтобы здесь появилась больница. Если поселение до 500, жители, да, до 2000 у нас даже поликлиника здесь не должна стоять. А что, ФАП? Нет, амбулатория. Можно посмотреть, как максимально, что возможно, это амбулатория. Амбулатория – это что такое? Это подразделение между поликлиникой и ФАПом. Больше, чем ФАП, да? Да, до мини-поликлиника, скажем так. И еще одну актуальную тему затронули участники встречи – ремонт остановочного павильона, который в настоящее время не отвечает общим техническим требованиям. Мы говорили о том, что мы сделаем ревизию тех павильонов, которых не хватает в видном и окрестностях. Сделаем такой реестр и в первую очередь включим сюда павильон в Петровском. По всем вопросам, обсужденным в этот день, были намечены пути решения. Местные депутаты надеются, что встреча положит начало новой жизни в Петровском. Татьяна Брылоу, Виктория Филатова, Ольга Садовская, Видное ТВ.